Здравствуйте! День у вас прошел, видимо, хорошо, и тут опять я, а также Леонид И-И-Гуди-Ил. Да-да, И-И-Гуди-Ил. Почему христиане молятся за умерших? Интересно, да? Да? Казалось бы, человек, если пошел на престол милости и благодати Одесную Отца, сел около Христа, он опьянен Духом Святым. Вечный кайф. По-другому, да? Вечная ДМТ. Плюс героин. Эйфория. Как он, раз опьянен, о нас позаботятся. Это первое. Или пошел во ад. Это Христос мог прийти во ад, когда дьявол, кстати, дьявол не может просто так вами управлять. Если просто он подходит первый раз, вы для него непонятная, закрытая душа. Но, если он вам через телевизор, через людей подсыпет своих мыслей, свою информацию, называется индоктринация сознания, на ней он может оперировать. Поняли меня? Осторожнее. С дьяволом-то. Так вот, это только Христос мог, да? Когда дьявол к нему подошел и сказал, слушай, а ты же вот втроем-то висел, по закону тебя судили, ты же как бы преступник. Иди ко мне. Он туда пошел, а потом, посмотри-ка сюда, посмотри-ка. Помните тот ролик про душу? У меня, у меня дух святой, целостный, ни одного черного квадратика. Ключи отдай сюда, пожалуйста. Пожалуйста, да? И отдал Петру. Но это у католиков не суть, но интересно. И с собой вытащил грешников, но сейчас он опять пополнился, как говорится, я ведьма бессердечная, мне в аду делать нечего, меня туда не пускают. Вот, потому что Эрлик Хана победил, великанов-людоедов в Нижнем мире, ну и так далее. Просто разговаривает там с шаманом Нижнего мира, бубен хороший у него, но это отвлекся. Так вот, и как вы можете, если Христос только может вывести оттуда грешников, за них молиться, что будет? Но Христос все равно сказал, молитесь, молитесь, все это накопится в ваше заявление, я их потом рассмотрю. Возьмите себя в руки, некогда, планету строю, например. Но все будет, второе пришествие, и тут подходим. У Бога нет времени, да, дорогой? Не пространства. Ммм, как интересно. То есть для него это даже не миг, это вы будете пять тысяч лет еще жить тут, грешить и ждать страшного суда. Не-не-не, для него это вообще ни о чем. Ну вот вы хотите помолиться за умерших, за дедушку своего. И входите в молитвенное состояние. А что это такое? Смотрите вот предыдущий ролик. Вы входите в Бога, потому что в молитве вы соединяетесь с Божьими энергиями. Вы в Боге. А в Боге нет ни времени, ни пространства. То есть в этот момент, когда вы молитесь за своего дедушка. Дедушка ваш молодой, в 43-м году, идет в операцию, спец, допустим. И вторая мирая война, на самом деле, да. И хочет наступить на мину. Вот нога уже пошла. Но в этот момент, в то же время, так как в Боге нет времени, нету. У него всегда-всегда. Вы в Боге молитесь по вашему, по людскому через 80 лет, а на самом деле сейчас за дедушку. И нога его уходит вправо, и он не наступает на мину. А как интересно. Да? Молиться же и просить, ребята, святых отцов. Это очень относится к язычеству. Род, который все создал. Сварок, Дождьбок, да, Архангелы. Потом они создали Водяного, Мутилу, да, Баба-Ягу, Чудо в перьях, Мыши-иха и так далее. Иерархия. Вопрос очень дискуссионный. Слышит ли она, а не нас, если они опьянены Духом Святым? И вот поэтому они, может быть, мало когда помогают, да? Не делайте, не фанатейте от Сиротисфима, Саровского, от Матроны. Это язычество. Вообще язычество, знаете, в христианстве очень много. Что нельзя делать? Например, есть такие выражения. А я поеду вот в тот храм, там энергия. Все, это не христианство, это экзотерика. Благодать везде одна. Храм, просто место, где церковь, собрание верующих во имя Иисуса Христа. Где двое-трое соберутся, там буду я, сказал Христос. Церковь, это вы втроем во имя Его собрались уже, церковь. А вот это каменное, это как бы как евангелизация. Вот здесь вот вам говорится, будет человек, который побольше вас знает. Люди, которые уже могут в психотехниках своих соединяться с божественными энергиями, благодать. Человек, который вас через Бога, так сказать, два чуда сделал. На самом деле там семь чудес, или упомазание, крещение. Когда ты зашел в воду и как бы утонул для греха этого мира и воскрес, как новый человек, христианин, раба-шинда, раба-тайна. Кстати, кормить умерших очень любят северные народы. Он, например, высылает свое тело в тундру, или закапывается, у кого как. И создается такой образ, кукла такая некая. И она кормится, чтобы не пришел водочку. Если человек курил, сигаретку ему дают, да? Вот так же мы делаем на кладбище. Это тоже отголоски язычица, дорогие мои. Потому что, с точки зрения христианства, ну это тело, ты ее закопал. Поэтому умирайте, пожалуйста, летом, чтобы воды не было, землю легче было копать. С другой стороны, а что летом умирать? Летом надо веселиться. Вон, видите, музыку у меня у соседей орет. Вот. Лучше не умирайте. Подольше. Вот. Услышать ли святые отцы, помогут ли, это большой вопрос. Могут ли они помогать вообще? Наверное, могут. Они, наверное, просят Христа. Он, конечно, и сам знает. Коты дерутся, лето. Ну, тут вот дискуссионный вопрос. Очень непонятный, так сказать. Может быть, понимаете, как вот говорят шаманы мне. Я говорю, ну куда люди уходят? Он, ну вот, я тебе показывал. Вот. Нижний мир. Первого уровня, второго уровня, третьего уровня, где живет бог болезни и смерти, да, допустим. Вот. Могут сюда, победив белоглазых людей, ездящих на мамонтах. Вот. А я говорю, а куда уходят шаманы? Тоже сюда. В первый уровень, нижний мир. Он говорит, нет. Я не знаю. А раз он не знает, может быть, и святые отцы как-то по-другому там тусят со Христом. Может быть, у них есть какое-то помазание, мы же не знаем. Явь. Или Царствие Небесное. Там все немного по-другому. Да? Кто знает? Может быть, им даруются, как ангелам, какие-то вещи? Потому что по анализу, то ли это настройка, когда просит человек Серафима Саровского, Матрону, себя. То есть, а раз ты себя настроен, ты проработал депрессию, у тебя повышается и эндорфин, и серотонин. Соответственно, они начинают раскачивать фактор роста нервной ткани. Она раскачивает что? Общий иммунитет. Повышается количество N клеток, натуральные клетки киллеры, раковых опухолей, которые подходят и начинают жрать эту опухоль. Плюс, ты не сидишь, как унылое говно? Я умру от рака, я умру от рака. Ты настроился, я не умру, кровь по-другому тебя питает, да? Ты борешься с химиотерапией, а главное пережить химиотерапию. Химиотерапия убивает и тебя, но больше убивает опухоль. И от химиотерапии-то не умирают. Умирает от того, что вот этот опухоль от химиотерапии начинает разрушаться, и большие белковые молекулы засоряют почки, вызывают какие-то иммунные реакции и так далее. Понимаете? И главное вот это пережить. Если ты переживешь эти, почки твои переживут и все остальное, сердце, интоксикацию переживет, химиотерапия убьет опухоль или лазерная, или лучевая терапия. Я хирург, и ты в этом настрое, я не умру, как у меня один. Доктор, у меня все вырезали, ну сказали, там, все равно, мало мы вырезали. И в Германии был богатый человек. И все, сказали, ехай, умирай в России. Я поехал. Все мои по палате в депресснике, поумирали, а я начал принимать. Ну, я, то есть, я прошел всю химиотерапию и так далее, четвертая стадия рака, и живу уже пять лет, принимая мухомор. Езжу, у меня денег, ну, у него просто денег хорошо. Там поставил какого-то администратора, и решил, а будь что будет, плевать. Выпил мухоморчика немного. Жизнь хорошая. Покосил, в деревню он уехал, там, покосил косой русской. Потом поехал на Гуа, потусил с девочками. Ну, он такой еще, лет пятьдесят. Приехал, поехал там, посмотрел по телевизору Иран, индоевропейская миграция. Поехал туда, посмотрел, как там живут. Мухомор везде, в принципе, кроме Америки туда. Ну, надо смотреть туда питательные вещи. То есть, ну, вы помните, брат, сало, масло везете. То есть, нельзя карантин. Молдавию, кстати, посадят. И вот он такой настроенный. Да, еще молится, конечно, он выбрал себе, так сказать, покровителя. У него, как я, себе выбрал Михаила Архангела, потому что Михаил. А вот. Ну, вот как это работает? Да Бог его знает, да? И не надо это отрицать. Не надо отрицать. Не надо копаться. Есть Бог или нет Бога. Ну, люди, наверное, дураки. Вот в пещерках они сидят. МГУ закончили. Допустим. Потом рясу монашескую. Да? Приходишь к нему, к святому отцу. Говоришь. Чего ж ты там, батюшка, единственная в пещерке окошечка, которая на Средиземное море выходила, закрыл. Это же такой свет классный. Красота. Он говорит, ты бы знал, сынок, русский монах на Афоне, какой свет у меня здесь, Духа Святого. Дошел я до этого встань. А это все вам по милости Божьей дано, чтобы глазки ваши отдыхали. Если вы не подготовлены, это увидите, просто у вас глаза сгорят, понимаете? Вот так вот. То есть молиться за, вот я к чему, опять отошел от темы, молиться за умерших, нужно и можно в христианской трактовке. В шаманской лучше не трогать, а он придет. Да, вот откуда идет культ всяких. Идет и может стать даже едоком, приходить и есть вашу энергию. Ну и вот эти разные образы, кикимор, да? Ирки, допустим. Это, как правило, превращается в Ирку, которого неправильно проводили. Не в кикимору, Ирка. Или умертвие. Это не русалка, не водяной, это вот такое там. Вот. Так что осторожней. Осторожней. Это же все есть. Ну а как по-другому? Не верите? Я вас когда-то обманывал. Это Будда сказал, увидел Будду. Убей Будду. То есть не верь. То есть ты никому. Вот я вам говорю, не верьте никому. Мне можно. Мясникова нет. Спасибо. 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 Продолжение следует...